Градостроительные полномочия в видении области чуть больше года. А у муниципальных чиновников претензий к работе региональных властей уже накопилось много. Без нужной экспертизы напротив Казанской церкви выдали разрешение на строительство многоэтажки. С разрешения департамента строительства в Перекопском городке должно появиться высотное жилое здание, которое по сути уничтожит единственный благоустроенный сквер в военном городке. Вы выдали за это время 286 ГПЗУ. Ни одно ГПЗУ не было по нормативу выпущено. И как сейчас застройщики будут это осуществлять и работать, это большой вопрос. Вы выдавали ГПЗУ, вы, это я говорю администрации области, и с нарушением красных линий, и в охранных зонах. Все эти ГПЗУ и все нормативные базы, они по закону должны были попадать к нам в течение 7 дней. Попадали они к нам с глубоким опозданием. Областные чиновники не согласны. Максим Брусенцов, новый в Рио замгубернатора, убежден. У строителей претензий к областной власти нет. Они сказали немножко другую позицию. Они сказали, что за период работы по данному направлению администрации области в лице департамента строительства, они удовлетворены работой департамента. Проблем нет. И статистика, которую провели мы, показывает то, что работа департамента в два раза эффективнее по вопросу выдачи решения на строительство. Городостроительные полномочия в руки областных чиновников отдали депутаты ЗАГС Собрания прошлого созыва. Сегодня спикер облпарламента Владимир Киселев признает, такой шаг был ошибкой. Прежний губернатор Светлана Орлова долго убеждала депутатов, что за градостроительную политику должна отвечать именно региональная власть. Народные избранники закон приняли, но уже пожалели. Сильный не тот, кто прет тупо вперед, а тот, кто может признавать свои ошибки. И я считаю, что тогда законодательное собрание совершило ошибку. Потому что мы неоднократно разговаривали с бывшим губернатором на эту тему. Я был категорическим противником принятия изначально данных законов. Но нас убедили. Сейчас аналогичный процесс возврата полномочий муниципалитетам проходит в нескольких крупных регионах страны. Свердловской, Кемеровской, Самарской областях и Приморском крае. В нашей области вернуть градостроительные полномочия муниципалитетам предложили депутаты ЗАГС Собрания. Законопроект разрабатывали члены разных фракций. Для изучения вопроса создали рабочую группу. Туда вошли депутаты, общественники и надзорные органы. Рабочая группа большинством голосов передачу полномочий поддержала. У нас главным носителем власти, я повторюсь, в стране и в том числе в городе Владимире является народ. Народ делегировал данные полномочия, в том числе данные полномочия администрации города Владимир. А конкретно депутатам, которые потом выбрали главу администрации. Область такими полномочиями главный носитель власти в нашей стране не наделял. Мы постоянно выступаем за развитие местного самоуправления. Естественно, выступаем за то, чтобы у местного самоуправления было больше полномочий. Ну, естественно, с финансовым подкреплением. А полномочия в городостроительной сфере, собственно, они закреплены в 131 федеральном законе. Это справедливо. К тому же передача градостроительных полномочий муниципалитетам сэкономит областному бюджету порядка 10 миллионов рублей каждый год. Деньги можно направить на социальную сферу. В итоге большинство депутатов законопроект поддержало. Градостроительные полномочия городу вернут с 1 января 2019 года.